К поддержке санитарных норм во всеоружии подошли власти столицы Молдовы. Профильное ведомство заявляет, что Кишинев чист от вредителей и насекомых. Встретить их можно в крайне редких случаях. Между тем, по словам столичных жителей, город страдает нашествие крыс, грузуны проникают в больницы, а совсем недавно они и вовсе стали бросаться на людей. С кем же борются санитарные инспекторы? Из Молдовы материал нашего корреспондента Оксаны Вичич. Совсем недавно эти видео не выпускали на улице столицы сотни кишиневцев, по крайней мере, их женскую половину. Непонятно откуда, город наполонили настоящие полчища крыс. Одни грузуны разгуливали по центральным улицам, другие знакомились с местными историко-культурными ценностями. Однако настоящий шок испытали пациенты местных клиник. Люди были вынуждены делить больничные обеды с нежелательными соседями. Между тем, руководство медицинских учреждений заявляло, что у них с санитарными нормами все в порядке. Центральная больница Кишинева, е-мое. Городоначальники решили не поджимать хвосты, а взяться за работу с грызунами. Кратчайшие сроки с санитарными инспекциями, по заявлениям чиновников, была проведена полная очистка города от вредителей. Однако, видимо, не до всех доехали специалисты. Буквально два месяца назад столицы раздались сигналы об антисанитарии. Нашествие грызунов наблюдалось на улице Пантелеймон-Халипа. Крысы здесь прятались в подвалах ветхих зданий. Вредители стали выбегать на тротуары и бросаться на прохожих. Жители столицы оказались в недоумении, почему в главном городе страны не проводилась систематической борьбы с грызунами, хотя местные чиновники периодически рапортовали о том, что проблем с крысами в Кишиневе нет. По одной из версий, благоприятную среду для крыс создают старые кишиневские постройки, в которых царит сырость, а также открытые мусоропроводы. По трубам грызуны перебегают из одного здания в другое, а порой посещают и самих домочадцев. Люди признаются, санобработку в их домах проводят два раза в год, но не для всех паразитов она становится окончательной. Раньше они до нашего 13 этажа крысы были. Бегали, да? До 13 этажа? У нас сейчас закрыты эти мусоропроводы, а раньше были открыты. Они лазили по этим трубам. Крысы тут почти нет. Вот в нашем доме, там навалом. Вот в воротах города, там постоянно крысы ходят. Там подвалы мокрые. И они вот такие ходят, гуляют. Получить комментарии от местных коммунальных служб или санитарной инспекции в нашей съемочной группе не удалось. Одни привели твердый аргумент в виде закрытой двери, а другие отказались от встречи, сославшись на плотный рабочий график. Что же касается самих горожан, то они пока планируют защищать свой дом самостоятельно и поплотнее заваривать крышки мусоропроводов. Оксана Вивич, Дмитрий Лукша, Станислав Трифон. Хабар-24, Молдавия. Дмитрий Лукша, Станислав Трифон. Дмитрий Лукша, Станислав Трифон. Дмитрий Лукша, Станислав Трифон.